Как проходили семейные праздники, сто лет назад устраивали музыкальные гостиные и чаепития. Кажется, не сильно отличается от наших дней. Однако в этот уикенд вы сможете погрузиться в атмосферу начала 20 века и провести день семьи, любви и верности в интерьерах тюменских купцов. Музей приготовил специальную программу. В усадьбе Колокольниковых покажут солдатскую сказку «Заколдованная королевна». А после у самовара можно будет откушать чаю и узнать историю русского чаепития. В доме Машарова в это время будет царить музыка. Там выступят вокальные ансамбли и сольные исполнители, а также театр танца. Кроме того, в день семьи, любви и верности у дворцов культуры в скверах города тюменцев ждет развлекательная программа и выступления творческих коллективов. В этот уикенд театры Тюмени начинают свой тур по городам Юга области. Первыми на фестивале Сны улиц смогут побывать ишимцы. Хотя, почему только ишимцы? Всего 300 километров от Тюмени и вы тоже в числе зрителей. Впервые этот международный фестиваль охватит несколько городов. Первыми на импровизированную сцену фестивального парка выйдет цирковая студия «Икар». А после эстафету примет тюменский абсолютно барабанный оркестр. Завершит показы мимикрия со спектаклем «Птицы». Кстати, эту же программу через пару недель можно будет увидеть в Юлутровске и Заводоуковске. Ну и фееричный и более масштабный финал снов улиц, как всегда в день рождения Тюмени в Комсомольском сквере. До дня города еще далеко, но, как говорят, свято место, пусто не бывает. И в это воскресенье в сквере Комсомольский пройдет семейный фестиваль «Папа тут». Несмотря на то, что фестиваль рассчитан на «Пап с детьми», мамам тоже будет чем заняться. Для них пройдут лекции, мастер-классы по плетению кос, рисованию мехенди. А эксперты расскажут множество лайфхаков. Например, как стать популярной инстамамой. А вот «Пап» будут обучать другому – культуре отцовства или создавать семейное древо. Но и для всех, независимо от пола и возраста, подвижные игры, конкурсы и футбольный фристайл. Многие «Папы» все-таки гораздо больше любят не играть, а смотреть футбол. Поэтому в субботу вечером таким болельщикам стоит отправиться на стадион «Геолог». Ведь здесь пройдет первый матч нового сезона футбольной национальной лиги. С нашей командой сразятся спортсмены из Калининграда. Кстати, Балтика прошлый сезон закончила хуже, чем Тюмень, на 14-м месте, тогда как в Сибирике на 9-м. Но этим летом команда гостей усилилась. Например, появился новый игрок – Кирилл Погребняк, младший брат нападающего сборной России Павла. Так что приходите болеть, ведь первая победа особенно важна для общего настроя команды. На этом у меня все. Ярких, солнечных и веселых вам выходных! Кирилл Погребняк